Необычный урок для восьмиклассников провела министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова. Учащиеся этих классов в этом году будут впервые сдавать проверочный экзамен по русскому языку, а в следующем году им предстоят первые государственные экзамены. Едет будет всегда. Так или иначе, в той или иной форме, но сегодня другого, более объективного инструмента, дающего сопоставимую информацию, просто нет. Ни доски, ни парт в классе нет. Урок идет в формате живого общения. Тема урока – что такое экзамен. И не просто экзамен, а ЕГЭ. Учитель, она же министр, не спрашивает, а отвечает на вопросы. Восьмиклассникам сдавать первый государственный экзамен через год. Поэтому школьников в основном интересует не содержание, а форма. Например, можно ли взломать ключ и найти ответы по ЕГЭ в интернете. Если вы замените взлом, за один, за два, за один экзамен, вы будете менять сами варианты или нет? Алла Кузнецова отметила, что контрольно-измерительные материалы – это отдельная история. Для каждого региона свои задания. И все попытки обмануть организаторов ЕГЭ бессмысленны. Почему? Объяснил заместитель министра. Те, кто план «Б» выберет, знаете, что переиздать вы теперь сможете только через два года. Ученикам урок в таком формате понравился. Главный вывод – экзамены сдавать не страшно. Узнала, что если вдруг какой-то стресс, если проблемы со здоровьем, то пересдача возможна, и она будет, и все хорошо. Конечно, это всегда как бы новая информация. Для меня личный экзамен – это некое испытание, которое можно, в принципе, подготовиться, и к чего не надо бояться вообще. Единый государственный экзамен в школах России ввели в 2003 году. И он давно перестал быть экспериментом. Мы уже 8 лет поэтапно внедряем новые федеральные стандарты. Вот они будут теми, кто первый закончит основную школу по этим стандартам. Поэтому, конечно, мы понимаем, что для нас это показатель того, каким образом новые стандарты работают. По словам Аллы Кузнецовой, сегодняшние ученики готовятся к ЕГЭ с первого класса. Поэтому волноваться им не стоит. Ксения Брониславская, Агапий Петросян, Константин Пестерев, Телеканал «Губерния». Продолжение следует... Продолжение следует...